Привет, друзья! Стас Михайлов – один из ярких представителей современной российской эстрады. Он очень органично вписался в шоу-бизнес, но смог сделать это далеко не сразу. В глубине души певец чувствовал, что его место именно здесь. По этой причине настойчиво старался пробить себе дорогу к вершине славы. Талант и упорный характер сделали своё дело. Этого популярного певца знают и любят в нашей стране. Мы постараемся беспристрастно изучить интересные факты из его жизни, а также озвучить приблизительную цифру, в которой оценивается его состояние. Но для начала подписывайтесь на канал, не забывайте ставить лайк, а мы расскажем, как живёт Стас Михайлов и сколько он зарабатывает. Станислав Владимирович родился в Сочи 27 апреля 1969 года. В семействе Михайловых росло двое сыновей, старшим был Валерий. Владимир Борисович был пилотом гражданской авиации, поднимал в небо винтокрылые машины. Мама, Людмила Васильевна, работала медицинской сестрой в поликлинике. Родители целыми днями были на работе, поэтому для маленького Стаса главным авторитетом в детстве и в юности был его брат. Валерий научил Станислава играть на гитаре, много рассказывал ему о профессии лётчика. Старший брат был курсантом авиационного училища, и Стас тоже стал мечтать о небе. Ему хотелось продолжить семейную династию. После окончания средней школы Стас уехал в Минск, стал курсантом гражданского училища авиации. Но он очень скоро разочаровался в своём выборе, понял, что авиация совсем не привлекает его, и через 7 месяцев юноша бросил учёбу. В конце 80-х Стас Михайлов теряет старшего брата. Тот погибает в авиакатастрофе. На момент смерти брату было всего 27 лет. Позднее Стас посвятит гибели любимого брата несколько песен – «Вертолёт» и «Брату». Преданные поклонники творчества Стаса Михайлова знают, что не обходится и концерта, на котором певец не исполнил бы композицию о смерти Валеры. В будущем у Стаса Михайлова возьмут тысячу интервью, он даст концерт в Кремле. Тексты его песен не только выучат миллионы, их нанесут на кружки, футболки и даже постельное бельё. Федеральные каналы снимут документальные фильмы о певце, где артист признаётся, что настоящего успеха на сцене ему удалось достичь лишь к 40 годам. А пока молодой Стас Михайлов даёт живые выступления в сочинских ресторанах и подрабатывает в местной звукозаписывающей студии. В какой-то момент молодому человеку становится мало публики местного общепита, и он уезжает в Москву. На дворе идёт 1992 год. Стас Михайлов работает в Московском государственном театре эстрады. В составе его труппы артист объезжает полстраны и набирается опыта. В этот период он много сочиняет, но всё идёт в стол. Единственная композиция той эпохи, которая доходит до слушателя – это «Свеча». Композиция попадает на радио, но не получает должного внимания. Стас Михайлов терпит творческий крах и переезжает в Санкт-Петербург, где Стас Михайлов не только записывает дебютную пластинку, но и снимает клип на одну из композиций. Ею становится песня «Тёмные глаза». Однако творчество вновь не приносит плодов, и Стас вынужден вернуться домой во второй половине 90-х. В 2000-м он вновь приезжает в Москву, где записывает второй альбом. На радио попадает песня, которая в итоге становится визитной карточкой артиста. Сегодня «Без тебя» знакома не только поклонницам творчества Стаса Михайлова, но и тем, кто равнодушен к музыке исполнителя. Так Стас Михайлов стал звездой. Впрочем, настоящий прорыв ожидал его впереди. Впереди музыканта ожидает запись ещё один от из студийных альбомов. Пластинки выходят чуть ли не каждый год. Кроме того, Стас Михайлов соберёт весь стадион Большого концертного зала «Октябрьский» – одну из самых больших концертных площадок Санкт-Петербурга. Затем Михайлов получит два золотых граммофона, а радиошансон наречёт его артистом года. В 2010-м Стас Михайлов получил звание заслуженного артиста Российской Федерации. Стас Михайлов продолжает творить и достигать новых успехов. Уже в 2011-м «Форбс» признаёт его главной звездой российского отечественного шоу-бизнеса. Позже Шансонье занял первое место по частоте запросов по данным Яндекса. Стас Михайлов является одним из самых востребованных артистов российского шоу-бизнеса. График певца расписан на несколько лет вперёд. Одновременно с этим творчество певца подвергается многочисленной критике. Эксперты нередко обвиняют Михайлова в том, что солист достиг популярности не талантом, а апеллированием к одиноким и несчастным дамам, которым кумир обещает со сцены любовь и фактически манипулирует фанатками. В молодости для Стаса была важнее его профессиональная деятельность, на личную жизнь он мало обращал внимания. Певец не торопился связать себя узами брака, женился только в 27 лет. Первой женой певца стала Инна Горб. В 1996 году супруги заключили официальный брак. Затем они и повенчались. Через пять лет в семье появился сын, его назвали Никитой. Популярность звёздного исполнителя росла, а вместе с ней начались семейные проблемы. Огромная армия поклонниц осаждала певца, Инна не сумела справиться с ревностью. В 2003 году супруги развелись. Через некоторое время исполнитель стал встречаться с Натальей Зотовой, бэк-вокалисткой. Девушка в течение длительного времени гастролировала вместе со Стасом. Наташа – двоюродная сестра эстрадной звезды Валерии. В 2005 году Зотова родила дочь, назвала её Дашей. Роман закончился. Певец долго не признавал дочь, увидел её только через шесть лет. Оказалось, что девочка внешне очень похожа на отца. В 2006 году певец познакомился с Инной, экс-супругой футболиста Андрея Кончельскиса. Инна растила двух детей от прошлого брака, у Стаса тоже было двое детей. Его карьеру на тот момент трудно было назвать сложившейся. Но такая неустроенность не помешала влюблённым, они стали жить вместе. Через три года у них родилась дочь Иванна. В 2011 году Стас и Инна официально оформили свои отношения. Через год у них появилась ещё одна дочка – Маша. Всех шестерых детей Станислав воспитывает как родных. Основной источник дохода артиста – концертная деятельность. За полтора часа общения с публикой в начале своей карьеры Стас получал около 5000 евро. Сейчас же гонорар именитого артиста за каждый выход на сцену может достигать 100 тысяч евро. Минимальная цена билета на концерт Стаса Михайлова в столице – 5000 рублей. Место в середине портера обойдётся слушателю в 10 тысяч рублей, а стоимость VIP портера начинается от 70 тысяч рублей. Посещение концерта Стаса в других городах России обойдётся минимум в 2000 рублей. На корпоративах певец не выступает меньше, чем за 200 тысяч евро. В новогоднюю ночь он готов выйти на сцену как минимум за 500 тысяч евро. За год Стас Михайлов заработал около 7 миллионов 400 тысяч долларов. Собственностью у Стаса Михайлова имеется роскошный особняк в элитном посёлке Агаларов Эстейт. Дом исполнен в стиле классики. Особенно привлекательна позолоченная внутренняя отделка, лестница с коваными перилами. На первом этаже расположена кухня, совмещенная со столовой. Основная изюминка гостиной – это камин с барбекю и грилем. На втором этаже находится холл большой площади, там певец занимается с малышами. Люстры, выполненные из хрусталя на потолках, и плитка светлых тонов из Италии прекрасно дополняют интерьер. Спальня супругов исполнена в тёмных оттенках, вверху фреска с нанесением греческих статуй. Отделка ванны выполнена золотой плиткой. Площадь особняка, по некоторым данным, составляет 580 квадратных метров. Дом артиста расположен на земельном участке в 46 соток. Стоимость земли оценивается в 150 миллионов рублей, а особняка примерно в 12 миллионов долларов. В коттеджном посёлке Агаларов Эстейт имеется пляж, закрытый гольф-клуб, гостиница, зоопарк и теннисный корт. В столице России у певца имеются две квартиры. Одна из них находится в Москва-Сити, в башне с названием «Федерация». Она была приобретена в подарок для жены. Цена недвижимости почти 80 миллионов рублей. На улице Масс-Фильмовской Михайлов проживает постоянно, квартира находится на 51 этаже. Стоимость недвижимости составляет 120 миллионов рублей. Хотя столица – это постоянное место для жительства артиста, он много времени проводит на гастролях, и в путешествиях. Гонорар какой публичной личности вы хотите узнать? Свои пожелания оставляйте в комментариях. Переходите на другие ролики нашего канала, подписывайтесь, нажимайте на колокольчик. До скорых встреч, пока!